7 миллиардов гривен – это то, что украл Сергей Курченко. Продаваем газ населению. Неподконтрольный Донецк 4 года назад в группировке ДНР устроили митинг против беглого украинского олигарха Сергея Курченко. Тогда, до так называемой национализации, этого монополиста по поставке газа на оккупированный Донбасс еще можно было критиковать. Курченко, вот! Курченко, вот! Курченко, вот! Курченко, вот! Спустя несколько лет фирма Курченко Внешторгсервис прибрала к рукам большинство заводов и шахт на неподконтрольной территории. Его менеджеры сидят в правительстве группировки ДНР. Долги по зарплатам стали нормой, но открыто возмущаются разве что шахтерские жены. Везде у нас шахтерский край, шахтерский край. А какая гордость за шахтерский край? Если я пришла после ночи, я не могу на детей смотреть, они голодные. Они просто голодные. О том, что фирмы Курченко, Внешторгсервис и Газальянс бесконтрольно эксплуатируют промышленность Донецка и Луганска, Донбасс-реалии рассказывали уже неоднократно. Но этой зимой неожиданно о махинациях бывшего кошелька Януковича заговорили на популярных российских телеграм-каналах. Курченко начал устанавливать отношения и выстраивать свою работу с территориями через высокопоставленного сотрудника Министерства экономического развития. Беглый украинский олигарх Сергей Курченко спешит украсть как можно больше средств из государственного бюджета РФ, выделенных на поддержку Республик Донбасса. Счет идет уже на миллиарды долларов. С марта 2017 года по сегодняшний день Курченко уже вывел с проекта ВТС более чем 700 миллионов долларов. Его среднемесячные затраты лично на себя составляют 20 миллионов долларов. Следует понимать, что телеграм в России это медиа. Если в Украине он только пришел, то там он на последние несколько лет достаточно популярен, как единственное место альтернативного мнения. Появляется информация не только относительно Курченко, но и по так называемым бывшим украинским чиновникам, которые осели в Москве, чтобы они, возможно, даже не претендовали на попытки вернуться в политическую сферу на неподконтрольной территории, либо не пытались на нее влиять. Поток компромата накрывает и других влиятельных политиммигрантов. Журналисты телеканала «Дождь» находят новое Межигорье – поместье беглого украинского президента Виктора Януковича под Сочи. По всей вероятности, по слухам народным, это дача Януковича. Как будто я иду в Донецке. Здравствуйте, 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 здравствуйте. А гражданская жена Януковича, Любовь Полежай, занимается фермерским хозяйством, выращивает экзотические фрукты, трюфели и даже разводит племенных бычков. Разумеется, все эти люди занимаются тем или иным видом бизнеса в России. Соответственно, им как бы позволили заниматься этим. Это означает, что есть какие-то люди, которые покровительствуют им в российской власти. Их все равно держат как некий запасной вариант какой-то. Вдруг они понадобятся. Если пойдет процесс, например, реинтеграции Донбасса, то, соответственно, возникнет сразу какой-то запрос на людей, которые имеют авторитет в регионе. И вот почему бы там Николая Яновича Азарова не вспомнить. 2020 год станет годом коренного перелома к лучшему. В отличие от большинства беглых министров Януковича, экс-премьер Николай Азаров каждый день обновляет свой YouTube-канал. И вот уже 6 лет длится этап созидательного разрушения. Украинцы, ну дожидайтесь. Созидатели, созидателей. Интересные созидатели со знаком минус. Созидатели-разрушители. Остальные представители бывшей украинской элиты стараются не светиться. Почему же теперь Януковича, Курченко и компанию накрыла волна компромата? Конечно, это связано с тем, что поменялось правительство в России. И, соответственно, возможно, будут меняться какие-то кураторы, которые занимались с этими украинскими политмигрантами, так называемыми, которые курировали деятельность того же Курченко на Донбассе. Еще раз всем вам большое спасибо. Мы увидимся в самое ближайшее время. Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. В новом правительстве Михаила Мишустина уже нет вице-премьера Дмитрия Козака, который непосредственно курировал неподконтрольные территории и точно был в курсе махинаций на оккупированном Донбассе фирмы «Внешторгсервис» Сергея Курченко. Теперь место Козака займет другой чиновник. Существует большая теневая экономика, большие деньги, которые нигде не подлежат официальному учету. И всегда найдутся заинтересованные группы, которые будут пользоваться этой ситуацией, пытаться урвать свой кусок. И сейчас различные группы пытаются прощупать почву и как-то заявить о себе, компрометировать своих соперников. На днях Путин подобрал Козаку, бывшему куратору неподконтрольных территорий, новую должность. Его назначили замглавы администрации российского президента. Как такая перестановка скажется на теневом донбасском бизнесе влиятельного окружения Виктора Януковича, узнаем уже скоро. 25 января свой пост покинул и помощник Путина Владислав Сурков, многолетний куратор политических процессов на неподконтрольном Донбассе. А значит, возможны перестановки и в самих группировках ЛДНР.